Ольга, добрый день. Здравствуйте. Я не буду спрашивать, какую компанию вы представляете. Это фирма 1С. Расскажите, с чем вы сегодня находитесь со своим стендом? Хорошо. На Ecom мы традиционно представляем наш продукт 1С управления нашей фирмой, который просто отлично подходит для интернет-магазинов, ну, соответственно, для этой целевой аудитории. Также здесь у нас есть решение для автоматизации малой и микророзницы. Ну, то есть всем тем, кто вот сейчас приходит активно на онлайн-кассы, там пробует первую свою автоматизацию на вкус. Ну, в общем, для всех этих ребят. Можно поподробнее немного рассказать для тех, кто еще не в курсе, а никто не знает об этих продуктах. И кого вы могли бы увлечь? Так, ну, мы могли бы увлечь, например, вот самых-самых маленьких. Тех людей, которые традиционно считают, что, ну, как бы автоматизация им не нужна, ну, потому что они и так прекрасно справляются в тетрадке. Тех, кто думает, что 1С это дорого, что это только для больших, там, ну, или в лучшем случае для средних компаний. Во-третьих, это, наверное, интернет-магазины, такие вот маленькие, в том числе это продажи, там, инфокурсов. У нас есть для них решения, да, которые помогают, ну, им закрыть свои задачи, при этом использовать какой-то очень, ну, там, ну, минимальный бюджет, скажем так. То есть, в общем-то, все те посетители, которые пришли на выставку для того, чтобы найти решения, для, ну, там, для каких-то своих разных задач, мне есть им что предложить. А большой и малый бизнес, есть ли что-то общее, общая проблема, с которой сталкиваются игроки именно интернет-коммерции? Ну, вот так вот на вскидку сложно сказать, потому что то, что для одних может являться проблемой, для других, ну, какая-то там, ну, рядовая задача, которая требует решения, то есть вопрос в подходе. Как много малого бизнеса обращается за услугами 1С и растет ли эта статистика из года в год? Да, сейчас с введением поправок к закону об использовании контрольно-кассовой техники малого бизнеса стало, ну, просто в разы больше, да, но, естественно, как бы, имеем легион и вот их прибавляется и прибавляется, потому что реально начинают использовать кассы те, кто раньше там в жизни их не видел, ну, только там, когда приходили они куда-то в магазины, сами они их не использовали, потому что они были освобождены от этого, и, ну, это было не нужно вообще. То есть это, например, сфера услуг, то есть те люди, которые были от этого далеки. Они выписывали раньше какие-то квитанции, да, и, в общем-то, этого было достаточно, теперь ситуация изменилась, да, они должны использовать кассы, выдавать чеки, они, естественно, хотят как-то минимизировать свои затраты, потому что, ну, если это малый бизнес, каждая копейка на счету, и они, ну, просто не готовы, ну, платить какие-то большие деньги, ну, и в этом нет объективной необходимости. Малый бизнес, мы знаем, что представители малого бизнеса имеют разную степень образования и разную направленность этого образования. Скажите, насколько просто пользоваться вашими услугами тем людям, тем клиентам, которые впервые сталкиваются с подобным? Ну, на самом деле, наше решение, ну, как бы, заточено на то, чтобы ими было пользоваться просто. Если у кого-то есть сложности, наши партнеры, наши франчайзи, они всегда могут, ну, там, показать, как это работает, плюс фишка в том, что они могут взять наш какой-то продукт и допилить его под задачи клиента, то есть под его специфику, чтобы ему не нужно было думать, как мне вот с этим жить вообще. То есть ему сделать все, и он там будет тыкать кнопочку и говорить, вау, как бы, у меня все, ну, работает, у меня все готово. Это и называется сервис? Да, это называется правильная автоматизация. Спасибо вам большое, удачи вам сегодня. Вам спасибо, всего доброго. Спасибо.